привет привет мои дорогие с вами надя так 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 вот я вышла в прямой эфир чтобы покрасить при вас крупы для световой песочницы для поделок вы просили сделать пост но я решила сделать это и в эфире почему бы и нет присоединяйтесь эфир будет недолгий покажу расскажу как красить разные крупы какие для этого понадобятся красители приспособления все просто ну что вот смотрите ну для начала какие ну какие крупы и вообще какие наполнители можно использовать в домашней световой песочнице my playroom некоторые думают что можно в песочнице использовать только песок это не так вот например когда я для своего старшего сына песочницу дома организовывала у нас был очень долгое время рис при этом я даже не красила просто был рис наполнен там были ракушки горошинки фасольки машинки и лопатки бутылочки он это все пересыпал насыпал прекрасно играл очень долго именно наполнители крупы они для маленьких деток более предпочтительные потому что ну тактильно они их лучше ощущают они не так рассыпаются да как песочек потому что бывают отзывы что когда маленьким деткам насыпают песок но все равно детки даже если не специально но ну на ручках могут песок разбрасывать а поскольку он мелкий ну забивается да чтобы этого не происходило используйте с малышами крупы это экологично это очень полезно и это очень бюджетно потому что на самом деле ну для песочницы не нужно покупать элитные сорта круп можно купить самые дешевые да там хоть десять килограмм менять наполнять в общем все что вашей душе угодно какие же крупы можно использовать на самом деле вообще любые крупы и природные материалы это греча в питере говорят греча это гречневая крупа это рис это фасоль горох овсянка что-то ну а кстати вот манная крупа она по размеру практически идентична песку который для игр используется соответственно манная крупа можно ее покрасить до в разные цвета вот также другие природные наполнители такие как каштаны желуди шишки но этого все наверное сейчас не усну как бы если еще не успели в сезон собрать то этого у вас нет но летом имейте ввиду что можно ну собирать впрок и потом использовать для сенсорных игр дополном наполнять песочницу да даже элементарно эти материалы красиво для декора используется вот у меня наполнена такая вот тарелочка каштанами шишка в общем украшение да тоже такая и играть можно я в сенсорных коробочках использую каштаны и как украшение тоже в детстве в детской очень симпатично смотрится по поводу круп и того я взяла сейчас перловую кругу я взяла манку я взяла рис у меня еще есть макароны если успею тоже могу покрасить макаронные изделия тоже здорово разные формы да есть разные тактильные варианты поэтому можно красить можно так использовать как вашей душе угодно есть вот кстати вот не помню как называются бабочки макарончики их очень классно красить и делать в сенсорную коробочку на тему лес или насекомых как бабочки там спиральки как гусенички ну в общем фантазия на самом деле может играть итак нам понадобятся непосредственно крупы красители у меня пищевые красители из пасхальных наборов я ну бантики бантики они это у нас так называются по итальянски они там как-то по-другому но я знаю что вот эти круглые это фузили да там спагетти длинный а вот эти вот как-то не помню вот красители есть в жидком формате есть сухом формате это пищевые красители удобно кстати вот скоро пасха тоже запаситесь они стоят копейки но вне сезона их ну сложнее найти хотя можно в кондитерских отделах магазина я в магазинах вот который покрупнее ну например в метро я смотрела в отделе кондитерских изделий разные варианты красителей жидкие сухие в общем пищевые да которые используются для кулинарии для кондитерской или кондитерских изделий ну а уже скоро во всех магазинах страны пасхальные наборы с красителями пищевыми красителями для яиц запасайтесь они копейки стоят но потом будете красить много и легко нам понадобится спирт ну водка у меня только спирт дома не находятся горячительных напитков есть какой-то спирт и одноразовые пакетики чтобы непосредственно все смешать стаканчики стаканчики чтобы развести краситель можно использовать сухие красители их тогда разводим тот чуть точно также в алкоголе водки но мне как бы я открыла уже жидкие красители поэтому ими покрашен ну что смотрите давайте покрасим 3 крупы потому что меня три стаканчика все будет сразу понятно это легко вы запомните и вас не возникнет с этим трудности затем дома отмеряем нужное количество сколько вам нужно вы можно на глаз это делать берем пакетик туда эту крупу пересыпаем это перу лота теперь возьмем манную крупу можно в контейнерах смешивать но в пакетах очень удобно там прям здорово все размешивается и удобно потом сушить и пересыпать и покрасим рис детки потом с большим удовольствием это все перебирают я вчера вчера по моему тестировала ну там красила смотрела как все получается и потом ваня у меня очень долго он завис с этими с этими крупами там перекладывал пересыпал даже вот никакой сенсорной коробочке никакого сюжета просто я ему выдала ложку и он в разные стаканчики это все пересыпал потом он пошел в ванну набрался воды стал заливать крупы водой смотреть что происходит как они осаживаются но в общем целый процесс был он 40 минут точно сидел с этими крупами и так вот покрашу небольшой объем просто для демонстрации данную соответственно можно как бы объем количество зависит от вашей необходимости желания разведем красители немного нужно алкоголя чтобы лучше краситель растворялся и передавался крупе потом будет лучше высыхать можно и с водой это сделать но дольше будет сохнуть так и вот такие у меня красители я вчера открывала алкоголь испаряется очень быстро и быстро сохнет он ну и цвет закрепляется с помощью алкоголя он прям будет стойкий более стойкий так ну смотрите вот например синий это как у нас желтый да можно сделать желтый можно смешать ну то есть там зеленый сделать до фиолетовый уже тут смешиваете красители и делаете красненький так давайте этот тоже оранжевым сделаем в общем по большому счету все так где тут на палочка неужели я ее себе не положила уронила брала себе палочку что перемешивать но видимо не донесла так помешаем берем пакет ну смотрите давайте рис сделаем розовым выливаем и сразу вот так просто распределяем краситель хорошенько перемешиваем по большому счету вот и вот он смешался сейчас покажу видите и буквально ставим куда-то на окно чтобы алкоголь выветривается 20 минут уже обычно высыхает ну то есть смотрите по готовности но там буквально очень короткое время уже высыхает с алкоголем с водой подольше красители покупаются в ну вот у меня для яиц я запаслась еще в прошлом году а так в кондитерских отделах они есть для кулинарии для тортов так это у нас оранжевый давайте покрасим перлов давайте перловку оранжевым покрасим то же самое перемешиваем просто смешиваем руками не только наполнять песочницу но сами знаете да что группы стоят недорого красители тоже в общем можно делать сколько угодно и менять вот не только наполнять посочницу но и для поделок использовать так все перловка тоже готова сейчас покажу и в открытом где-то в открытом виде ставим ну естественно чтобы ребенок книгу не было доступа чтобы выветрился алкоголь высохла крупа и тарататан манку покрасим синим я наверное даже много на такой объем спирта налила у меня спирт вообще водку используют самую дешевую любую вообще главное чтоб там был спирт потому что закрепляется хорошо цвет с помощью него вот я перемешиваю вам папа вот я вчера сейчас посмотрю на манку я вчера в манну как бы тестировала пробовала и в манку капнула просто краситель а потом добавила сверху алкоголь и образовались комочки вот я сейчас сделала по-другому развела краситель в алкоголе и перелила уже сюда витек ну комочков нету если вдруг образовались комочки ну можно просеять и можно так играть это уже по большому счету ребенку ну все равно кстати вот манка если разные цвета покрасить можно потом делать аппликации с цветным песочком скоро 8 марта бабушкам всем понадобятся подарки можно будет можно использовать вот видите все я сохраню эфир все будет в доступе ну и еще раз повторю да вот манку покрасила оставляем высыхать убираем на окно там ну я вчера немножко окно приоткрыла чтобы не было запах алкоголя на кухне на микро проветривание это я уберу это ушло у нас сохнуть и у меня есть вчерашние мои крупы так я сейчас все уберу и открою песочницу и высыплю вот цветовая песочница у меня здесь есть немножко манки я вчера красила ее вот видите такие но вам наверно не не вам не видно такие комочки от того что я добавила не в алкоголь краситель а сразу в крупу а сверху только алкоголь когда делаешь по-другому все такого не образовывается то есть берем пищевой краситель покупаются они в кондитерских отделах или вот сейчас во всех супермаркетах страны скоро появится пасхальный набор красители для яиц вообще идеально подходит запасайтесь будете использовать но потому что и для поделок и для всего потратить все что угодно да даже песок можно покрасить но в основном вот красит ну да рис рис пшено вот у меня есть от пшено не красила а вчера красил свой зеленый цвет очень симпатичная и главное что покрасить можно сколько угодно не бояться там смешивать давайте белое включу свечение что было видно цвета вот это у меня например макароны ракушки фиолетовым цветом покрасила это перловка голубым делала да ну когда вы делаете сенсорные коробочки можно про картины составлять до река это будет вот так вот или пшено она еще самого такого более желтоватого цвета и соответственно зеленый красиво накладывается то есть естественный цвет крупы это же не то что надо учитывать но имейте ввиду что если например украсти перловку там ну у нее свой естественный цвет и он будет соответственно здесь вам не видно но у нее такой голубой немножко зеленцой цвет из-за того что она сама желтого цвета я пока открывала красители немножко испачкалась поэтому лучше надевайте перчатки когда пользу когда делаете лишним не будет и вот манка смотрите какая и соответственно вот ей даже можно рисовать да ну манкой крупами уже этими не порисуешь а вот манная крупа она идеальна для рисования многие задаются вопросом что ребенок маленький может взять в рот пожалуйста для ребенка можно даже не красить до манную крупу просто использовать манную крупу для игры и в общем не волноваться что он может попробовать но на самом деле у меня баня регулярный песок пробовал как входит так и выходит но главное что это не должен быть песок который ну например у вас там уже там не знаю год и там к вам приходило много гостей все играли там ну и так далее да вы понимаете что песок тоже нужно иногда либо прокалывать в духовке да если вдруг вот вот у вас например были гости был там 5 детей день рождения и все поиграли в песок но лучше после этого прокалить песок чтобы не было вы понимаете да чтобы вдруг кто-то там чихнул туда плюнул условно вот прокалить песок потому что кстати хороший способ хранения например в пакетах zip пакетах хранят крупы у меня есть это видео прям вот разные разные крашеные группы макароны рис перловка все и такие пакеты в океи продаются наверняка в других хозяйственных магазинах тоже с клапанами такие сверху и соответственно туда насыпаете крупу и вот так вот они хранятся в контейнере но в закрытом состоянии если в песку в песок что-то попало может образовываться плесень потому что поэтому будьте внимательны если это крупы и например там была вода или еще что-то ну следите да имейте это в виду так какой-то был вопрос сколько по времени прокалывать там 10 минут недолго главное что главное чтобы вот был контакт высокой температуры в духовке песочек но тоже ну не они ну как бы это не фанатично надо этому следовать до после каждой игры естественно не надо и а если у вас один ребенок то по большому счету ну раз в некоторое время когда вы уже вот считаете ну вот как вы игрушки моете да там уже пора помыть то же самое с песком пора по по как это про дезинфицировать или у вас вот были гости детский день рождения до много разных детей в общем такая красота группы покрасила те сохнут но вот вчера по опыту пшено вообще очень быстро засохла то есть какая-то подольше сохла крупа какая-то по быстрее просто просто и легко красители пищевые соответственно не можно не волноваться что ребенок возьмет в рот погрызю вот крупы тоже соответственно пищевые самое ну самое главное что ну возьмет он в рот но это же не вкусно в основном дети не злоупотребляют они обычно пробуют если это как бы если это не еда они потом не продолжают этот опыт это просто как сенсорный опыт да вот что это такое вот почувствуете ртом тоже в общем все сделала все покрасила так ну что все назвала и еще и так любые крупы можно красить даже и перловку вот сейчас да я красила перловку манку я красила перловку манку и рис здесь у меня перловая группа макаронные изделия манная крупа пшено геркулес до любые макароны любые вот красите потом используется для поделок для игр здорово получается все просто легко и доступно вот можно хоть 10 килограмм накрасить да и выдавать ребенку чтобы он в общем чтобы он развивал свой свой тактильный опыт игры у нас с мальчишками вот я делаю чтобы у них было наполнено и вот там машинки когда ну сейчас старшему это уже не очень актуально он больше там что собирает возит лепит с кинетическим песком играет ну а младший тянется за старшему когда вот старший был поменьше у него прям была песочница с рисом и там вот грузовички ложечки лопатки и вот он засядет и начинает это перегружать пересыпать из бутылки в бутылку это нам кажется вроде бы копается да ничего не делает но на самом деле он там много чего познает и вес и как это сыпется и массаж пальчиков потому что это все руками трогается вот даже вот манка что она очень хорошо массажирует кончики пальцев а вы наверняка знаете что стимуляция вот кончиков пальцев для маленьких детей она очень положительно влияет на развитие речи почему потому что в мозгу мозговые центры речевые они рядом с центрами которые ответственны за мелкую моторику вот именно вот за вот эти вот вещи поэтому логопеды с детками занимаются пальчиками играми и вот эти вот игры на мелкую моторику они очень помогают речи развивается одно и следом захватывает речевые центры потому что они очень в тесном контакте ну очень близко там вот поэтому она друг на друга очень хорошо влияет в общем играйте развивайтесь наслаждайтесь если какие-то дополнительные вопросы пишите на все сама отвечаю большое вам спасибо и всего самого-самого доброго хорошего вечера эфир буду сохранять кинетический песок вот вопрос можно ли прокалывать духовке кинетический песок конечно если туда попала вода или просто вот вам нужно его почистить да конечно кинетический песок это кварцевый песок плюс силиконовый полимер ну то есть там где-то 99 процентов песка и там маленький проценте полимера и вот этот полимер придает песку новые свойства ну соответственно никаких проблем чтобы его проколоть но с ним ничего не происходит как сделать репост конкурса но я наверное stories выложу надо просто скачать дополнительную программу например инстарепост как и написано в посте вот и сделать это через нее так такой краской для пищевые красители можно ну я видел что даже гуашью красят но получится не так ярко поэтому можно попробовать даже красителями можно поэкспериментировать если например вам тяжело купить краситель хотя они встречаются в больших магазинах в кондитерах кондитерских отделах для ну для тортов для выпечки там много там есть пищевые красители я лично смотрела в метро есть там у нас не знаю магазин призма лента есть пищевые красители в отделе где продается там посыпки всякие в общем кондитерские вот эти вещи вот ну что еще приглашаю участвовать в конкурсе я сегодня запустила чтобы чтобы 8 марта сделать розыгрыш у нас у ванечки 6 марта день рождения плюс у нас трехлетие компании все в общем вместе ну и 8 марта очень хочется вас порадовать вот поэтому участвуйте в конкурсах в конкурсе я сделала три приза до будет три победителя буду очень рада если кто-то из вас станет победителем эфир сохраняю всего вам самого доброго пока пока если что пишите мне в директ отвечаю на ваши вопросы